Так, раз-раз, всем привет. Спасибо, что напомнили включить запись. Я ее включаю и начнем. Три часа наступило. Так, краткое знакомство. Зовут меня Лохтеров Вячеслав Александрович. Я работаю в МВТУ имени Bauman инженером. Вот, работаю в Центре управления сетью с 1997 года, как закончил. И, в общем, считаюсь таким старым админом, Unixoid, Linuxoid, все такое. И параллельно со своей работой инженером, работаю преподавателем в учебном центре специалист. Очень рад, что эти две мои работы находятся рядом. Вот, и совмещаю, как бы, инженерную деятельность и преподавательскую. Для обоих своих работ я использую ресурс, который имеет вот такое название. Если вам понравится, он, буду рад, если вы им тоже будете пользоваться. Если не понравится, ничего страшного, очень много ресурсов посвящены Linux и той теме, в частности, которой мы сегодня будем с вами заниматься. Значит, для того, чтобы этот мастер-класс или вебинар провести, я как раз буду пользоваться вот этой Википедией. В Википедии имеется ссылка материала по методике чтения курсов. Здесь перечислены все курсы в специалисте. Я буду вставлять рекламу всяческую в моменты, когда какие-то длительные процессы будут. Поэтому сейчас не буду рассказывать, какие у нас курсы будут, какие есть и так далее. Буду только отключать микрофоны, которые мешаются. Вот, и, собственно, прошу вас, да, микрофоны выключать. И сразу пойду в раздел мастер-классы и сегодняшний наш мастер-класс Elastic Stack для сетевого инженера. Ну, вот тот ли это Иван в списке присутствует, из-за которого мы с вами здесь собрались, даже интересно. Однажды один из моих бывших слушателей, кстати, очень хороший слушатель, квалифицированный, написал, Вячеслав, а почему вы не сделаете, или почему у вас нету специалиста курса по Elastic? Ну, тогда еще ELCast, так это называлось. Вот, значит, ну и действительно везде этот Elastic упоминается и в вакансиях и так далее. Но так получается, что я как ветеран решаю всяческие задачи с помощью таких милых сердцу команд, и вот дальше перечисляются команды, вот, и, как бы, в моей практике не было необходимости в этом Elastic. Поэтому я так, как бы, думал что-нибудь такое придумать, но всегда я в курс вставляю материал, который приятно подать, вот, как необходимый. То есть, смотрите, вот, мы взяли эту программу и решили вот такую клевую задачу. И вот спустя некоторое время мне такие задачи придумались. Ну, не придумались, а фактически то, что мы решаем у себя в университете с помощью старинных средств. Например, у нас замечательный пакет такой старенький RunSeed все делает. Вот, но на самом деле можно использовать современные решения, например, для того, чтобы... Так, друзья мои, микрофон у кого-то. Давайте. Выключайте, пожалуйста. Да, спасибо. Вот, значит, с помощью вот нового Elastic Stack. Ну, и две таких задачи, значит, наметились. Значит, резервное копирование конфигурации оборудования Cisco. Вот, и использование Elastic Stack в качестве NetFlow Analyzer. Ну, кто занимался сетями, кто работал с Cisco, в принципе, задачи такие знакомые. И вот попробуем с помощью современного модного молодежного решения это решить. Значит, сам мастер-класс будет проходить в конве курса. Я потом расскажу, что за курс и какой курс. Вот, и имеется уже исходное состояние к этому курсу. Значит, имеется сеточка с нужным набором устройств. Вот, имеется оборудование Cisco-коммутаторы, Cisco-роутер, Linux-система, на которой, собственно, будет Elastic Stack развернут. Ну, и некий клиент всего этого дела. Курс посвящен мониторингу. Значит, ну, начальная ситуация стенда еще раз проверена. Поэтому начнем мы с того, что же это такое, собственно, Elastic Search, Kibana. Вот я уже за свою жизнь много разных продуктов изучал и всегда замечал, что когда ты не знаком с продуктом, то какие-то названия странные. Kibana, что такое Kibana, Elastic Search, что это за гибкий поиск. Давайте познакомимся, что это такое. Значит, начну с того, что открою вкладку. Во вкладке имеется статья про Elastic Search. Все, что мне как бы понадобится для вебинара. И здесь я сразу скажу, что продукт не является штатным программным продуктом в моей любимой реализации Linux и Debian. Поэтому начнем мы с того, что откроем страницу, как этот Elastic Search поставить под Debian. Сам, собственно, Debian, вот он у меня есть, поэтому вот так вот я беру и начинаю добавлять. Сторонние репозитории, то, что я не люблю, кстати, сторонние репозитории, но в данном случае выбора нет. Следую прямо по инструкциям с официальной документацией. Заодно посмотрим, как сложно поставить Elastic Search под Debian. Значит, добавляю его в apt. Так, и, собственно, запускаю, да, ну, apt-update и установку Elastic Search запускаю. Вот, займет это некоторое время. За это время я постараюсь вас чем-нибудь занять. Вот, в принципе, можно было заранее поставить. Но еще раз, поскольку материал как бы в конву курса вплетается, чтобы люди могли взять это и сделать самостоятельно, рассказываю. Значит, работаю я преподавателем в учебном центре «Специалист». Вот он. И если вам материал понравится и вы захотите его, значит, наш центр учебный посетить, то со стороны курсов моего направления проще пойти таким путем. Значит, у нас имеется каталог курсов в разделе Linux и свободное ПО, все курсы, которые я веду, находятся. Вот, и, собственно, поскольку курсов много, то создан такой вот интерактивный путеводитель по этим курсам. Значит, курсы у нас на любой уровень квалификации. Ну, базовая компьютерная подготовка тоже есть, но в данном случае считается, что уже человек с компьютером работает, поэтому ему предлагается освоить основы сетей и сетевых операционных систем. Далее у нас замечательный курс по Linux. Ну, замечательный, потому что я его сам делал. Делал я его много лет. Ну, в смысле, много лет он уже ведется и оттачивается, шлифуется, актуализируется и прочее. То есть такой отработанный курс позволит понять, что такое Linux, как его установить, там, как обновить, как завести пользователей. Далее имеется курс, как этот Linux использовать, вообще для чего он нужен, что с ним можно сделать, что с ним можно сделать. Сделать файловый сервер, веб-сервер, шлюз в интернет. Вот, и, значит, на данном этапе я сразу перескочу к нашему курсу. Значит, в принципе, все вот эти курсы тоже очень хороши, там, нюансы безопасности, интеграция с Windows, Zabix, мой любимый, во всю мы используем в университете Zabix, и курс читаем, отказоустойчивость, но я сразу перейду вот к этому курсу. Значит, чтобы уж все прямо было в нашей линейке, поскольку в университете мы активно используем оборудование CISCO, то накопилось изрядное количество полезного материала, как подружить CISCO с Linux взаимовыгодно. И вот имеется курс, как раз на котором, собственно, и рассказывается, что это за оборудование CISCO. Кстати, если вы хотите, как бы, задешево, да, войти в мир CISCO, то есть есть замечательные авторизованные курсы, которые подготовят вас к сдаче экзаменов, и этот курс не является дешевой альтернативой, но зато он является как бы возможностью с практической точки зрения так бегло познакомиться с оборудованием CISCO и посмотреть, какие решения вот между CISCO и Linux можно осуществлять. Ну и вот в том числе здесь есть модуль управления конфигурацией, как сделать так, чтобы ваша конфигурация там резервировалась, менялась динамически и так далее. Есть модуль учет трафика, трафика. И вот тот продукт, который мы с вами сейчас начинаем изучать, именно Elasticsearch, оказался подходящим для решения вот этих вот парочки задач. Вот, ну и, собственно, смотрим, что там у нас осталось, 30 секунд, да, примерно. Ну, давайте досмотрим, как оно ставится. Я буду поглядывать в чат, вот, в принципе, в такие паузы можно даже и... Значит, да, по поводу звук. У всех есть звук, да, напишите, хорошо ли меня слышно. Я так, как старый инженер, постоянно проверяю все, и часто бывает, что не зря. Вот, так что, если что, дайте знать. Так, ну, это оно закачивается, сейчас будет ставиться, еще тоже время некоторое займет. Чем вас занять? Так, ну, чем вас занять? Elasticsearch. Начал я читать, что же такое Elasticsearch. Что в нем такого гибкого, эластичного и так далее. И вот в этой статье, в принципе, сделал ссылки на, как бы, ресурсы, которые мне помогли разобраться. Вот, зачем это, что это такое. Вот, здесь и уроки есть, и глоссарий, терминологии и так далее. Вот, ну, наверное, терминологию и суть вещей я буду рассказывать, как обычно в своей манере. Значит, рассказываешь теорию, показывай, зачем это, да, что с этим делать. И вот этот самый Elasticsearch новый, неизвестный для нас установился. Значит, я возвращаюсь в свою шпаргалку. И в шпаргалке просто идем на курс Linux 1. И на курсе Linux 1 узнаем, что в Debian и во многих других дистрибутивах сейчас менеджер системы SystemD. И с помощью этого менеджера системы мы прописываем Elasticsearch в автозагрузку, запускаем. И вот, да, вот он прилично запускается. Кстати, если будете эксперименты проводить, например, в виртуалках, то не жалеете оперативной памяти. Написано все на Java и работает, как все написано на Java. Очень так сурово, серьезно, интерпрайзно. Ну, что еще заявляют, пока он у нас запускается? Заявляют, что работает с огромной скоростью, очень легко кластеризуется, параллелится. То есть, если у вас не хватает ресурсов, вы можете добавить еще один узел или еще несколько узлов, собрать их в кластер. Информация будет, соответственно, храниться на узлах кластера и параллельно обновляться, искаться. Вот что еще будут, что еще гласит документация? Что можно настроить отказоустойчивое хранение информации. То есть, будет храниться сразу несколько копий. Вот, там специальные элементы данных. О, отлично, отлично. Начало вебинара отлично, да. То есть, нужно, нужно... Да, ну-ка, остановим запись. Ничего заодно. Включаю запись, да. Значит, особенность еще моего подхода заключается в том, что я стараюсь все делать с минимальными усилиями. То есть, сейчас коллеги мне спросили, что там в конфигурации прописано. Вот, я конфигурацию не менял. Поговорим мы, какая она получается в результате. Ну, хотя бы о том, что известно. Вот, и вижу, что просто со второй попытки он запустился. Честно говоря, не ожидал от Elastic. Эластик, посмотрим, как поведет себя дальше. На кого бы свалить? Ну, свалим на виртуализацию. В качестве виртуализации используется VirtualBox. Вот, и еще, и я вспомнил, о чем хотел рассказать. Хотел рассказать вот про, собственно, эмуляцию оборудования Cisco, GNS. Поэтому как раз при следующей паузе расскажу. Ну, а сейчас продолжим с вами знакомиться с Elastic, что это такое вообще. Вот, я его установил и начал читать книжку и выполнять всякие эксперименты. И первый эксперимент гласил, если у вас Elastic Search запущен, вы можете проверить, запущен он или не запущен с помощью вот такого запроса. Значит, запросы к системе Elastic Search осуществляются по протоколу HTTP. И вот такой запрос сообщает, что установлен экземпляр Elastic Search, доступен он через Loopback интерфейс. И еще раз, файл конфигурации не отличается от базового, того, который сделали авторы-разработчики. Так, значит, читаю документацию дальше. Рассказывается, что в Elastic Search хранятся документы внутри индексов. И, например, вот таким вот запросом можно посмотреть список индексов на текущий момент. Ну, какой-то индекс есть с таким странным названием. Вот, следующее, что попробуем, давайте попробуем добавить свой документ. Значит, для этого я продолжаю использовать утилиту Curl из командной строки. Вот, и в документации сказано, что если вы хотите добавить или заменить документ, если он там есть, вы должны воспользоваться HTTP-запросом PUT. В HTTP-запросе PUT указать название индекса. Вот я придумал такое название индекса. Значит, ID документа. И дальше описать, собственно, сам документ. Мне, как авторизованному специалисту по базам данных, немножко странно было то, что документ добавляется, но нигде не описывается структура данных документов. Вот, на что документация говорит, все нормально. При первом добавлении документа автоматически будут созданы все нужные структуры с полями. И вот если посмотреть на поля, то здесь поля вообще произвольного типа. Там и цифровые, и текстовые, и списки, и массивы. Ни в чем себе не отказывайте. То есть любые структуры данных, сам формат JSON. Вот. Также можно добавить документ, например, не указывая его идентификатор. Идентификатор будет создан автоматически. Вот второй пример. И вот я пару документов добавляю. И если посмотреть теперь первый запрос, какие у нас индексы есть, то мы видим, что вот появился индекс с таким вот названием. Ну, а дальше в документации идет, а как теперь эти данные вытащить? Ну, как вытащить? Очень просто. С помощью того же запроса GET просто указываете, что вот из индекса хотим достать вот такой документ. И вот наши поля, вот наши значения. В общем, NO SQL, NO SQL база данных. Вот. Также я нашел команду, которая все индексы удаляет. Вот. Нашел команду, которая, например, покажет содержимое всех документов индекса. Ну, в общем, как бы вроде бы какая-то система хранения данных. Ну, с UBD, на мой взгляд, привычнее. Ну, здесь тоже как бы ничего. Любой формат может хранить любые данные. Удобно. Ну, хорошо. Хорошо, но что с этим делать? Первое, что мы сделаем, добавим средства визуализации. Ну, можно назвать это графический интерфейс, можно назвать как угодно. Я сейчас запущу, потому что это не просто средство визуализации. Это нечто большее. Значит, Kibana. Так, друзья мои, чей-то микрофон. Ага, спасибо. Так, и вот я опять запущу процесс инсталляции. Здесь мне уже не нужно добавлять, здесь мне уже не нужно добавлять репозиторий. Он уже добавлен. Ну, и опять некоторое время это займет. Значит, мы сейчас вернемся к Classic Search, а я немножко расскажу про вот курс, который у нас седьмой. Тот самый, который посвящен мониторинг оборудования и интеграции с решением Cisco. Значит, проводится он с использованием замечательного эмулятора GNS, так называемый график-нетворк-симулятор. Вот, и, собственно, GNS-3, да. Такие красивые картинки. Ну, и очень мне нравится тем, что не нужно там настоящее оборудование доставать. Оно у меня там и за, значит, хватает физического оборудования. Ну, и GNS интегрирован с VirtualBox. То есть вот этот вот Linux и вот этот вот Windows-компьютер работают вот внутри VirtualBox. Собственно, ну, вот они, да, эти машины. Тут дополнительные машины у меня. Параллельно я всякие другие вебинары готовлю, курсы разрабатываю. Вот, так что имейте в виду, что можно дома научиться пользоваться Cisco. Не обязательно для этого покупать это оборудование. Вот, примерно там 95% задач, которые там вас могут ждать на работе или на экзамене, можно отработать вот в таких эмуляторах. Конечно, работает оно достаточно медленно, но для обучения вполне годится. Так что, если не получится самостоятельно, приходите на курс. Научу вас это все разворачивать. Стенды. Я часто говорю, что наша работа очень похожа на компьютерные игры. Вот классная игра. Нарисовал компьютеры, соединил линиями связи, установил программы, настроил что-нибудь такое зубодробительное. В общем, гораздо интереснее, чем в танке. Правда, я не играл в танки, но играл тоже. По развертыванию ГНС ролика нет, но скажу главный секрет. Главный секрет – это найти ИУС. Где его найти, я вам не скажу, потому что это не мое. Но я думаю, что компания Cisco будет рада, если вы его найдете, ИУС, развернете в ГНС, научитесь. И потом пойдете и уговорите ваше руководство купить замечательное оборудование Cisco. Так, за это время у нас установилась Кибана. Но давайте посмотрим, что это за средство визуализации. Я вот так вот нарочито говорю, давайте посмотрим, потому что, ну, действительно, на предприятии пока мы это не используем. Вот я, интересно, постарался урок сделать и, собственно, с прицелом на то, что… Ну, ладно, хорошо, Кибана. Открываем документацию. Кибана – это средство визуализации. Необходимо ее настроить. Настройка осуществляется в файле конфигурации. Вот здесь уже по умолчанию мы не будем все оставлять, а кое-что поменяем. Но многое оставим. Например, мы укажем, что, значит, Кибана будет доступна по порту стандартному, который разработчики предлагают. Но вот слушать будет не лупбек-интерфейс, как Elasticsearch. Кстати, тоже опасно Elasticsearch выставлять в открытое обозрение для всех. Значит, буквально недавно мы стали, как администраторы большого пула IP-адресов, получать сообщения от разных средств мониторинга, что вас в сети кто-то развернул Elasticsearch. Ну, наши клиенты. Вот приходится их защищать, потому что они выставили свой Elasticsearch наружу. Ну, ладно, Кибан у нас будет слушать уже реальный IP-адрес. И, ну, здесь игрушечный IP-адрес, но по сценарию реальный. А вот подключение к самому Elasticsearch, это средство визуализации, будет уже осуществлять через лупбек-интерфейс. Видите, то есть Elasticsearch у нас снаружи никак не доступен. Ну, ладно, значит, теперь я, поменяв файл конфигурации, сохраняю его и также пробую прописать, ну, запустить, прописать в автозагрузку. Вот, кстати, посмотрим, как оно, как оно это самое. Ну, оно бодренько сообщает, что уже запустилось, но опыт показывает, что не очень-то оно запустилось. Давайте пойдем вот на этот вот компьютер. Вот на этот вот компьютер. На этот компьютер. Вот он у нас находится. Запустим браузер. И попробуем подключиться. Ну, я сразу открою, чтобы старый кэш не играл роли. Значит, подключаюсь 192.168. Да, вот порт здесь уже закэшировал 56.01. Вот. Ну, и, честно говоря, не думаю, что оно сейчас, да, ну, говорит, что сервис запускается. Все-таки Java – это серьезно. Вот, чтобы вас развлечь, пока оно запускается, вспоминаю, как читал курсы по Oracle. Вот Oracle – замечательная система с UBD. И все мы там делали в командной строке на низком уровне, все как положено. Вот. И в конце курса шла часть материала, которая называлась Enterprise Manager. Oracle Enterprise Manager. Вот он был тоже написан на Java. Работал очень медленно, очень тормознуто, но очень красиво все выглядел. Вот, и некоторые слушатели даже говорили, ну, наконец-то, что-то такое красивое, интересное. Ладно. Значит, я закрываю все предупреждения. Вопросом безопасности в данном ролике мы не сможем уделять внимания. Поэтому, может быть, другой ролик. Но пока просто говорю. Но давай посмотрим, что у меня есть. Вот. И первое, что я открыл как инженер, да, это DevTools. DevTools прочитал, что для того, чтобы из Кибаны отправлять запросы, властик-серч, можно воспользоваться, собственно, аналогом командной строки, но не писать команду curl, как мы это делали только что, а делать все это более компактно, более удобно. Да, вот можно посмотреть статус. Ну, а можно сразу что-нибудь поискать. Что можно поискать? Ну, давайте посмотрим то же самое, что мы искали в командной строке. Какие индексы у нас? Посмотрим, какие индексы у нас имеются. Сейчас я так размещу рядом, чтобы у меня можно было. Какие индексы у нас имеются в Elasticsearch? Вот. И, честно говоря, количество индексов начало увеличиваться. Но наш индекс все еще есть. Вот он, посмотрите, да, MyIndex. Вот. Что еще можно сказать? В Elasticsearch, видимо, хранятся и структуры данных вот этого средства визуализации Кибана. И потом мы поговорим, что это такое, откуда оно берется. Вот. Ну, а простые запросы, которые я подготовил, можно вытащить какой-нибудь документ. Кстати, вот раньше был индекс тип документа и документ. Потом типы документов упразднили. Вот. И сегодня запрос выглядит вот таким вот образом. То есть из индекса дай мне документ вот с таким названием. Вот, да, и с таким названием. Вот наши поля, которые мы с вами видим. Field 1, Field 2, Field 3 и так далее. Так. Обновления отдельных. Можно с помощью... Можно... Так. Обновления. Сейчас, ну-ка. Ага. Ну, тут я, значит, показал документ 1. Вот можно добавить документ 2. Хотя, кстати... Ну, да, документ 2. Да, документ 2 давайте добавим. Полный комплекс действий. Документ 1. Добавили документ 2. Вот. Добавили документ 2. Вот. Можно обновить отдельные поля документа. Например, указать, что... Можно, например, указать, что в документе Maya 1.1 там Field 4 будет там другое значение иметь. Вот оно имело значение 5,8. Да, теперь я беру и там меняю значение. Вот. Ну и, собственно, собственно, вот у нас хранилище данных. Что-то мы с этим делаем. Вот. Можно посмотреть, кстати, автоматически пересваиваться типы полям. Вот если в нормальных... Ну, не в нормальных, да? Не будем вводить. Вот. Если в классических субэдах надо сначала описать типы данных, то здесь типы данных можно как описать заранее, так и Elasticsearch может на основе значений сразу угадать значение этих полей. Ну, а дальше гарантирует, что все это очень быстро ищется. Вот. Ну и можно посмотреть все записи индекса. Вот. Можно какие-то записи удалить. Ну, в общем, такой как бы SQL, да? SQL. Вот у нас три документа есть. Вот. И, собственно, я могу, например, MyID1, MyID2. Вот. И с автоматически сгенерированным. И могу удалить какой-нибудь из документов. Так. Беру и удаляю. Все. Так. Значит, ну, еще тут про запрос PUT рассказывалось, что PUT, он заменяет документ, удаляет старый документ, заменяет... Ну, короче, если будете работать с этим хранилищем данных, то вот за основу можно запросы, которые я здесь привел, взять. Ну, а дальше развивать. Ну, и кое-какие запросы сложные мы тоже с вами посмотрим, но только решая практическую задачу. Будем считать, что как бы, что это такое, мы немножко посмотрели. Теперь перейдем к практической задаче. Значит, в Elastic Stack входит еще одна программа, которая называется LogStash. LogStash. Вам задача в чат написать, что такое TASH. LogStash, да? Что это такое, как переводится. Так, ну, а мы традиционно этот LogStash запустим на установку, и я расскажу, что мы с ним будем делать, какую практическую задачу решать, потому что тоже он ставится. Не вижу в чате. Что такое TASH? Почему? Я думаю, многие с Elasticом работали, больше меня. Поэтому так вам смело вопросы задаем. Да, склад. Да, да, отлично. Так я так, помнится, и переводил, да. Склад, по-моему, так. Значит, практическая задача вот в чем заключается. У нас имеется оборудование ЦИСКа. Вот оно, оборудование ЦИСКа. Красиво нарисовано. Сейчас посмотрю, процесс идет. Да, процесс идет. И в этом оборудовании ЦИСКа меняется конфигурация. Вот типичная наша там баумбанская действительность. Там больше ста коммутаторов, и периодически там приходит какая-нибудь служебная записка, открыть доступ к такому-то подразделению. Значит, выясняем точку подключения, входим в режим конфигурации, там что-то настраиваем, там открываем параметры и так далее. И в конце концов нажимаем там Ctrl-Z. Вот в результате конфигурация меняется. И задача хочется сделать так, чтобы в момент, когда я нажал Ctrl-Z, значит, автоматически конфигурация была бы скопирована на куда? На Linux, да еще и хочется, чтобы параллельно сохранились версии конфигурации. То есть какая-нибудь система управления версиями поработала, чтобы можно было вернуться к конфигурации, посмотреть там, что было. Такие задачи иногда возникают тоже по истории, как этот порт был настроен когда-то. Вот, поэтому вот такая вот хотелка. И вроде как с помощью вот этого LogStash она решается. Сейчас он у нас установится, и мы с вами начнем с того, что… Опять я начал изучать так, что такое LogStash, как им пользоваться. И вот на первом, наверное, примере нашел вот такое, значит, что такое LogStash. Это, в общем-то, посредник между входящими данными и исходящими данными. Причем входящий он может, например, брать, любимое слово Unixoid, да, со StadeIn, а результат писать в StadeOut. Но не только в StadeOut, также, например, он может это дело записать в Elasticsearch, да, рядом с которым мы с вами находимся. Вот, ну и увидев как бы это дело, я, соответственно, я, соответственно, проверил, как оно работает, да. Единственное, что, ага, 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 да. Единственное, что, как и всегда, это на Java будет изрядно запускаться. Вот, ну придется дождаться некоторое время. Вот, ну и сейчас с клавиатуры введу какое-нибудь там, какое-нибудь значение, какие-нибудь данные, и они должны, собственно, и попасть и на экран, вот, и в Elasticsearch. И попробуем проверить, попадут они на экран или попадут они в Elasticsearch. То есть LogTash – это некий посредник, который берет данные, вот, дальше может их обработать и положить куда надо. Ну, давай, люди смотрят, конечно, все такое фундаментальное, не то, что C-Slog старенький. Так, может быть, какие-то лампы буду сворачивать, может, никто не против, если мы больше, чем 45 минут позанимаемся. Вот, потому что хочется, как всегда, жадность показать и то, и это. Ну, ну, давай, 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 вот, я понимаю, программа написана, да? Тут все модные языки программирования, и, кстати, это я Enter понажимал, между прочим, да, старая Unix-овая привычка. Зря, Enter – это уже данные, между прочим. И вот я вот, наконец, что-нибудь такое введу, вот, ну, и дальше идем в наш… Так, друзья мои, у кого-то микрофон, прошу выключить, вот, пишите в чат, я в чат поглядываю. Так, ну, и, собственно, посмотрим, что-нибудь у нас, какие-нибудь индексы у нас появились. Вот, можно посмотреть, какие у нас появились индексы. Вот, среди индексов можно увидеть, что появился сам по себе индекс LogStage, вот он появился. Ну, и можно запросам, похожие запросы мы с вами уже успели за полчаса увидеть, вот, посмотреть содержимое этого индекса, увидеть, что здесь куча документов. Это вот мои Enter-ы, и вот один из них, видите, QWERTY, да, все остальное, это я вот Enter понажимал. Ну, хорошо, похоже, что LogStage может класть документы в Elasticsearch. Теперь, что мы туда положим? Вот, в принципе, видимо, мне придется не по этапам лабу, а сразу финальную показать, потому что время поджимает. Итак, что я хочу туда положить? Первое, что я хочу положить, я хочу, чтобы туда складывались логи с моих цисок. Для этого на каждом цискокоммутаторе я настраиваю, вот, прям беру и на всех коммутаторах настраиваю. Вот он первый. Говорю, ты, цискокоммутатор, будешь отправлять логи с типом сообщения Local 0, вот, и отправлять это будешь, и отправлять это будешь на Linux машину, которая у меня называется просто сервер, во всех курсах есть Linux машина сервер, на порт 8.5.14. То же самое я сделаю на втором коммутаторе. Что-нибудь полезное будем складывать. Вот, хотя я, честно говоря, всегда знал, что в Elasticsearch можно класть логи, но как-то не видел какой-то необходимости в этом. То есть какая-то задача найти там среди миллиардов логов что-то там нужное. Пока не встретилось, может встретиться, да, и Elasticsearch заявляет, что он позволит это найти с огромной скоростью. Вот, ну, а так просто ради того, чтобы хранить там логи, как-то не было. Ну, давайте сделаем, пусть будет. Вот, но это не все, это не все, потому что мало того, что мы там будем хранить логи, Мы еще и сделаем так, чтобы, кстати, еще один сервис я запущу, чтобы логи у нас шли прям с правильным временем, с правильным временем. Я разверну NTP-сервер, тоже в курсе его не было на нашем сервере. Разверну NTP-сервер, вот, и мои циски будут синхронизировать время по протоколу NTP. Вот небольшой кусочек материала Linux 2, где что можно сделать из Linux, NTP-сервер. Всегда думал, что это не очень важная задача, но поскольку у нас началось импортозамещение и изоляция всего от вся, то оказалось, что очень часто в сетях имеются Linux, а интернета у них нет. Тогда локальный NTP-сервер становится очень даже актуальным и полезным. Поэтому пускай у нас с вами NTP-сервер запускается. Значит, некоторое время ему потребуется на синхронизация. Так, продолжаем. Значит, циски пишут логи с правильным временем. Все это отправляется на наш сервер. И все это будет перехватываться вот этим третьим компонентом Elasticsearch, логташем. Так, складываться они будут в нужном формате, но сразу всех зайцев убиваю. Но есть еще один момент. Мне хочется, чтобы у меня были не только сообщения об изменениях конфигурации, но и сама конфигурация. И понятно, что изменение конфигурации – самый лучший момент для резервного копирования конфигурации. По этой причине я написал скрипт, который, собственно, эту конфигурацию будет копировать. В скрипте используется все, что мы на курсе проходим. А именно на курсе мы проходим, как на циске развернуть SSH сервер, как настроить R-команды, чтобы можно было все это дело копировать. Ну и, соответственно, скрипт работает следующим образом. В качестве аргумента получается IP-адрес коммутатора, конфигурацию которого надо забэкапить. Ну и дальше с помощью команды skp копируется running.config в каталог, где эту конфигу потом можно будет забрать, например, по протоколу tftp. Ну а дальше с помощью программы git изменения фиксируются в репозитории. В общем, это материал, который на курсе проходится. Приходите. Вот, значит, сейчас я только с hmod plus x сделаю выполняемым скрипт и покажу, что на данный момент в каталоге с конфигурациями у нас пусто. Видите, ничего нет. Так, двигаюсь дальше. Значит, чтобы у меня сообщения писались в правильном формате, в правильном времени, я на коммутаторах настраиваю подключение по протоколу NTP на всех коммутаторах. Кстати, на курсе рассказывается, как это сделать не так, как вот я это делаю. У меня 100 коммутаторов, к каждому я подключаюсь и настраиваю. На самом деле в мире Linux имеется замечательное средство автоматизации Ansible. И, в частности, не очень для меня было ожидаемо, но оказалось, что это факт, что Ansible можно использовать и для настройки множества единиц оборудования Cisco. Так что приходите на курс, заодно и с Ansible познакомитесь. Ну, а поскольку здесь у меня не про Ansible, то я позволяю себе вот так вот вручную это делать. Так, ну и, собственно, возвращаемся к теме нашего, значит, локтаж. Оказывается, вот этот локтаж умеет не только слушать порт, не только обрабатывать логи, раскидывать их по полям в индексе, но еще и умеет запускать скрипты, представляете, да? То есть он может запустить мой скрипт, передать этому скрипту, с какого коммутатора получено сообщение, и всего-то для этого надо инициализировать подсистему. Вот тут тоже коробочный продукт такой, неожиданный для меня. Я ожидал, что надо что-то установить, что-то в файл конфигурации прописать. Ничего подобного. Запускаешь, локтаж плагин, install, нажимаешь на enter. И, кстати, я опять ожидаю, что это займет некоторое количество времени, но не мгновенно это произойдет. То есть сейчас произойдет, что, значит, будет установлен плагин, то ли он скачается из интернета, то ли будет просто что-то автоматически настроено. Здесь даже интересно. Ну и, собственно, это приведет к тому, что в файле конфигурации локтаж, давайте пока файл конфигурации, мы с вами увидим, что входными данными будут данные, которые прилетают по протоколу UDP на вот этот вот порт, по протоколу syslog. Дальше эти данные будут фильтроваться с помощью фильтра grog. Жду в чат, что такое grog. Я не нашел, кстати. Вот искал, но не очень долго искал, что такое grog. Как переводится. И в этом фильтре grog говорится, что наше сообщение надо разбить на вот такие поля. Опять то, что мы с вами видим, это великие ужасные регулярные выражения. Я, когда читаю курс Linux 1, всячески стараюсь избегать этой темы, хотя мои коллеги, наоборот, любят ее. Потому что регулярные выражения – это то, что было открыто там в конце 70-х годов, в начале 80-х, позволяющее вычленить там и строки, нужные данные. И очень крутая вещь. И использую, я использую, но как бы не первостепенной важности для админа. А вот видите, 21 век, супермодный продукт, а нас снова настигли вот эти регулярные выражения. То есть мы строчку разбиваем на поля для того, чтобы потом, значит, это все дело можно было искать и так далее. Вот, значит, какие-то поля можно перезаписать, какие-то можно удалить поля. Вот, а результат мы с вами будем писать. Ну, вот, честно говоря, у нас времени не так много, поэтому можно было показать, как они пишутся на экран. Вот, это, да, вот, значит, на экран будет писаться. Ну, а мы с вами будем писать сразу в Elasticsearch. Вот, ну и индекс будет создаваться для каждого… Каждодневный индекс будет создаваться, имя которого индекса будет состоять и slow network, ну и текущие даты. И вот этот файл конфигурации я, наверное, сейчас… Ага, она закончила, поэтому можно этот файл конфигурации создать. Вот, ну и создаю. Еще раз из-за ограничений по времени сразу все лабораторные работы сделаю, хотя, конечно, хотелось постепенно. Так, можно было запустить это вот как бы в командной строке. В командной строке посмотреть, как это работает. Там nested out вывод сделать. Если вы будете эту лабу воспроизводить, можете по этапам попробовать это делать. Ну, а я просто прописываю log-стаж в автозагрузку, запускаю его, проверяю, в каком он состоянии находится. Вот, ну и опять же, не очень-то я верю, что он уже запустился. Так, посмотрю, NTP у меня. Да, NTP у меня синхронизировался. Вот, поэтому ожидается, что все должно пойти нормально. Но, чтобы мне не ждать неизвестно сколько времени, я открою вот с такой, с помощью старенькой Unix команды tail, log-файл. Так, ну и вижу, что дела плохи. Так, ну, тут два варианта. Либо он, либо он, либо не он, да. Так, дайте подумать, что может быть. Так, скрипт-то я сделал выполняемым. Кто-нибудь помнит или нет? Да, скрипт я сделал выполняемым. Это хорошо. Так, ну что делать? Так, файла такого нету, а должен быть, между прочим, должен быть. Так, что я еще забыл? Ну, пока оно запускается, дело в том, что LogTash работает с правами непривилегированного пользователя, и нам придется пойти на первый курс Linux, и на первом курсе Linux сделать так, чтобы LogTash мог запускать с правами привилегированного пользователя наш скрипт. Поэтому это делается через Visuda. Так, Visuda делается. Так, ну и прямо куда-нибудь сюда добавляю, что пользователь LogTash имеет право поднимать себе привилегии без ввода пароля и запускать наш скрипт для резервного копирования. Так, и снова смотрю. Да, ну вот он и файл появился, да. Надо просто ждать. Все серьезно, интерпрайзно. Так, что я здесь вижу? Вижу, что он слушает вот этот вот порт, на который наши коммутаторы шлют логи, и, собственно, вроде как можно уже попробовать. Ну, чтобы было интересно, покажу еще раз. Каталог с файлами конфигурации у нас пуст. В этот каталог эти файлы конфигурации скидывает мой скрипт. Скрипт запускается LogTash в тот момент, когда приходит сообщение, содержащее слово конфигурит. Вот, запускаю отладку и, собственно, какое-нибудь изменение делаю. Ну, изменения особо делать не буду. ConfT, Ctrl-Z. Вот появляется сообщение, в котором есть слово конфигурит, видите. И если все хорошо, то даже видно в отладке, как запускается скрипт, копируется файл. Но здесь, на самом деле, нет имени скрипта, просто указывается, что запускается под систему LogTash Output Exec. Ну, а дальше мой скрипт довольно коряво написан, ну, специально с минимальными там проверками и так далее. Поэтому видим, это да, вот вывод этого скрипта, там, в общем-то, результаты работы команды Git. В любом случае, в этом каталоге должен появиться, видите, какой файл. И можно его даже, посмотрев, убедиться, что это действительно файл конфигурации нашего первого коммутатора. Стоит подобные операции провести на втором коммутаторе, как должен появиться файл конфигурации второго коммутатора. Видите, появился, да. Так, ну, хорошо. И также можно заглянуть в Elasticsearch и посмотреть, что там у нас хранится по поводу логов. По поводу логов это мы посмотрим через Kibana. Вот, и посмотрим вот таким вот образом. Ну, я не буду проверять, появился ли индекс-нетворк, должен появиться сразу результат. Вот, ну, и здесь что мы с вами видим? Хорошо видно, как все разбито на поля, уровень важности, там, название facility, когда это произошло, с какого там пришло. Ну, и, собственно, само, само, само. Если что-нибудь еще поменять, ну, давайте чуть-чуть задержу, вот, например, зайду, ConfT, ConfT, интерфейс F02, Shutdown. Сейчас мы этот Windows оторвем. Вот оно, журнальное сообщение. Дальше No Shutdown. Еще одно журнальное сообщение. Вот, то также это должно попасть, также это должно попасть в Elasticsearch. И если представить, что у вас там миллиард таких сообщений будет, то, собственно, они должны... Так, ну, здесь нюанс в том, что я оторвал, собственно, сеть самого Windows, поэтому придется дождаться, пока оно восстановится. Да, надо было, конечно, другой интерфейс, но не удержался я, да. Так, ну и что? Да, ну и, соответственно, здесь, здесь в не отсортированном, да, Line Protocol, интерфейс Ethernet 2. Ну, все как ожидалось. Так, хорошо, значит, эту лабу мы сделали. Файлы конфигурации у нас теперь бэкапятся, логи складываются, все зашибись. Что же еще? Что же еще? И вот следующая лабораторная работа. В курсе имеется рассказ про то, что... Рассказ имеется про то, что Cisco роутеры могут отправлять информацию по протоколу NetFlow. Также, чтобы там у нас все было правильно, по времени я на Cisco роутере могу настроить синхронизацию по NTP. Может быть, здесь это не так важно, как в предыдущей лабе. Ну, давайте. Enable. Кон. Т. Так. Угу. Так, дальше, значит, на Cisco роутере настраиваю отправку статистики по протоколу NetFlow. Тоже приходите на курс, там рассказывается, что такое NetFlow, откуда он появился, какие возможности, какие версии представляют и так далее. Вот, поэтому, значит, да-да-да-да, настройка экспорта статистики. Вот она, да. Вот, ну и на самом деле, на самом деле, да, роутер наш, вот он, роутер. Вот, ну и на самом деле, в курсе используется другой коллектор, коллектор Flow Tools, так называемый. Но на нашем вебинаре мы рассмотрим в качестве NetFlow коллектора, значит, пакет, который входит в Elastic Stack. И этот пакет называется FileBit. Читаю я про этот пакет. Из того, что я прочитал, я понял, что этот пакет, в принципе, является заменой части задач, которые решал LogStash. И примерно написано следующее, вот, если ошибаюсь, то простите. Написано, что LogStash, конечно, хорош, но он очень тяжеловесен, написан на Java, а вот FileBit, это современная, значит, программа, написанная на современном языке Go. Ну, смешно, конечно, читать такие, как бы, преимущества, да, да. С одной, одни пишут, что Java это Enterprise круто и так далее, а другие пишут, что вот вместо тяжеловесной Java теперь Go. Ну, короче, главное подать продукт, да, правильно. И вот я его подаю. Значит, вот этот FileBit, этот FileBit, в принципе, предназначен для того, чтобы складывать логи. Логи складывать, ну, и, наверное, я себе позволю в данном курсе это даже не показывать, потому что к интеграции с CISC это не имеет отношения. А так можно просто сказать, enablet, yes, и вот знакомый каждому линуксоиду каталог, и все эти логи будут в Elasticsearch складываться. Опять, если у вас там миллиард узлов, то, наверное, есть смысл складывать логи в Elasticsearch, чтобы потом их быстро, значит, да, вот мне Иван пишет, что FileBit отправляет в LogTash. Нет, не будем мы, Иван, так делать, FileBit будет сразу в Elasticsearch отправлять. Вот, ну и, собственно, в файлах конфигурации еще раз логи складывать я не буду, потому что, потому что, да, нужно что-нибудь полезное. А вот в Kibana, в Kibana, сейчас, а вы мне пишите LogTash, да, нет, у нас в Kibana будет отправлять. FileBit будет отправлять в Kibana, а Kibana у нас работает, где работает? Вот здесь она у нас работает. Вот здесь она у нас работает на вот этом вот адресе. Так, без ошибок, 192, 168. Хотел без ошибок, и вот результат, да. Вот так вот мы сделаем. Надо. Торопишься, и вот результат. Так, значит, наш с вами FileBit будет интегрирован из Kibana, средства визуализации, скоро мы скажем, где наши средства визуализации, и будет интегрирован с Elasticsearch. Но в отношении Elasticsearch, поскольку мы ничего не меняли, то и в настройках ничего не нужно менять, потому что Elasticsearch у нас доступен через Localhost 9200 порт. Вот, ну и, соответственно, я файл конфигурации сохраняю, вот, и, собственно, и, собственно, можно проверить конфигурацию. Ну, конфигурацию мы проверим дальше и запустим его дальше, потому что следующее, что я делаю, читаю, а как же этот FileBit будет работать с NetFlow. И в документации сказано, что к файлу биту имеется NetFlow модуль, тоже модуль, и вот таким вот образом он включается. Беру и включаю его. NetFlow модуль. И наблют. Дальше, говорится, после включения модуля нужно произвести его инициализацию, ну, его и всех остальных модулей, вот, и в результате этой инициализации, на самом деле, в Elasticsearch будут добавлены наша финальная тема, а именно будут добавлены средства визуализации для протокола NetFlow. Ну, короче, короче, делаем, видим, видим, что вот с Kibana он связывается, вот, а Kibana все будет хранить в Elasticsearch, в общем, вот так. Так, и после включения этого модуля мы с вами создадим файл конфигурации для модуля NetFlow FileBit, в котором укажем, что наш Cisco роутер, ну, сейчас он доделает, что наш Cisco роутер отправляет статистику по соединениям на вот этот вот порт. Если помните, именно этот порт мы в настройках роутера указывали. Так, ну, давайте дождемся. Серьезно, все, да. Не иначе, как из интернета, конечно, он что-то подкачивает. Ну, и так вот пока оно делается, то есть есть, как бы, задача в конце курса, какой-то итог подвести, но пока ждем. Есть такое ощущение, что все эти продукты, они, как бы, сделаны, бесплатно выданы, вот, и, собственно, функциональность некоторая в них, ну, даже не некоторая такая, изрядная присутствует. Но, в общем-то, многие вещи, они не бесплатны, не бесплатны, коммерческие, и можно так сказать, что я вот как раз собрал такой вот минимум, который не требует каких-то там лицензий, поддержки и так далее. Вот, но не все бесплатно. Так, значит, настраиваем, настраиваем модуль NetFlow, файл бита, то есть теперь Cisco Router отправляет NetFlow статистику. Она подбирается модулем NetFlow файл бита, и файл бит все это укладывает в Elasticsearch, вот, ну, и через Kibana можно будет все это дело посмотреть. Так, значит, ну, в принципе, здесь можно запустить в режиме отладки, в режиме отладки можно запустить, вот, ну, и, собственно, дождаться какого-нибудь, ну, можно сгенерировать какой-нибудь трафик, да. Я, наверное, возьму и что-нибудь открою, какой-нибудь Яндекс, да, Яндекс наши партнеры, поэтому открою Яндекс, вот, ну, и, соответственно, если все хорошо, то я должен видеть на STDA вот как раз информацию, да, что, ну, да, да, кто с NetFlow работал, тут увидит знакомые вещи, там, откуда, куда, сколько байт было передано, вот, все это позволяет, в общем-то, теперь прописать в автозагрузку, запустить в виде службы и ожидать, что статистика NetFlow будет попадать, будет попадать в Elasticsearch, Elasticsearch. Так, смотрим, собственно, на, смотрим, собственно, на машине с Windows в Kibana, смотрим, как это выглядит, значит, должен появиться очередной индекс, вот, не буду даже проверять, должен появиться в Index Filebit, и посмотреть количество документов в Индексе можно вот таким вот способом, и мы видим, что здесь уже 123 документа, ну, понятно, что Windows там обращается в интернет интенсивно, без нашей помощи, и, собственно, большинство, не большинство, а, ну, да, большинство, наверное, запросов будет лететь, будет лететь с компьютера с IP-адресом нашего Windows, Ну, у нашего Windows, ну, у нашего Windows IP-адрес, ну, чтобы не шаражиться здесь, давайте научимся запросы писать. Я подготовил некоторое количество запросов, и, собственно, собственно, первый запрос, первый запрос. Ага, хочу увидеть запросы в NetFlow, вернее, статистику NetFlow для определенного IP-адреса. Ну, давайте начнем вот с простого. Вот у нас имеются IP-адреса, вот, можно на картинке рассказать. Вот здесь у нас сеть 192.168.55.55, соответственно, 10-й IP-адрес у этого компьютера, 128-й IP-адрес у этого компьютера, и первый IP-адрес у нашего Cisco роутера. И вот можно посмотреть, и какие-нибудь NetFlow записи есть относящиеся к нашему Linux. Вот, берем, собственно, нашу Kibana, Kibana, и вот говорим, вот наш Linux имеет вот такой вот IP-адрес. Я хочу вытащить все документы из вот этого индекса, которые совпадают со значением вот этого поля, вот такое вот значение. Вот, ну и, соответственно, увижу здесь кучу записей, которые относятся вот к этому IP-адресу. Сколько там актетов передали, на какой IP-адрес было подключение, с какого IP-адреса. Вот он, IP-адрес, соответственно, присутствует. Так, ладно, какой-нибудь еще интересный запрос можно, но давайте вот такой, давайте посмотрим статистику нашей сети за сутки. Вот это уже прям ближе к сердцу админа, да, сколько наши пользователи за сутки накачали. Можно такой запрос написать? Можно. Значит, ну, запрос выглядит уже посерьезнее. Ну, кто со SQL-ем работал, наверное, не будет проблема научиться. Значит, я сортирую, опять же, по времени, так, чтобы сверху были актуальные данные. Да-да-да, Иван, дойдем до графиков. Надо все продавать постепенно. Да, значит, запрос объединяет совпадение сети и временной интервал. Я так особо не буду здесь много языку Elasticsearch посвящать, потому что можно отдельно там делать вебинары и так далее. Но я не люблю отдельные вебинары по языку. Я люблю какой-нибудь практический результат. Вот, и, в принципе, здесь можно увидеть все. Да-да, кстати, неправильно я сказал. Все записи, пока мы сумму не видим, все записи за последние сутки. Тоже весьма бессмысленный запрос, да. Чего здесь смотреть? Миллион записей. Так, что еще тут, прежде чем что-нибудь полезное? Значит, дело в том, что GNS замечательный эмулятор, но особенностью является то, что через интерфейс нашего роутера пролетает не только трафик нашего стенда, но еще и, собственно, трафик нашего Windows-компьютера, в котором вся эта эмуляция работает, поэтому там очень много лишних пакетов и так далее. Вот, и можно, так сказать, выведи список IP-адресов за весь период наблюдения, относящихся к нашей сети. Опять же, здравствуй SQL, есть запросы типа агрегации, вот, и в языке Elasticsearch запрос агрегации выглядит вот таким вот образом. Значит, уникальные destination IP-адрес, запросы будут группироваться вот по этому полю, вот, ну и, собственно, относящиеся только к нашей сети. Ну и если его выполнить, то, собственно, мы увидим, что у нас как раз вот те три IP-адреса. Первый у роутера, второй у Linux, третий у Windows. Ну и, наконец-то, что-нибудь полезное. Суммарный входящий трафик с некоторой даты до текущего момента. Суммарный трафик от некоторой даты до текущего момента. Давайте посмотрим. Вот, и перейдем в графический интерфейс. Ну, я взял какую-нибудь дату, которая там уже была давным-давно, и интересует меня трафик для Windows-клиента. Ну, конечно, Windows-клиент у нас в основном трафик и генерирует. И вот мы с вами видим вот эту вот цифру. Запомните ее, да, это вот в байтах, в байтах количества трафика переданного. Вот, ну и, собственно, переходим к графическому интерфейсу. Сейчас я открою еще одну копию кибаны. Открою еще копию кибаны. Вот, и к зрелищным вещам. На самом деле, совершенно бесплатно, но не всегда, вам даются так называемые дашборд-консоли. Дашборд-консоли можно разрабатывать самим. Все это документировано, а можно пользоваться готовыми. И вот в состав модуля NetFlow файл бит входит несколько дашборд-нетфлоу, несколько дашборд-консолей. Ну, и, например, вот любимое, наверное, для многих будет топ-н, то есть максимальное количество всего. Максимальное количество всего. Так, да, про графану. Кстати, графана тоже в курсе присутствует. Мы тут в наш седьмой курс включили все. Ansible, графану, Prometheus, Elasticsearch. Ну, короче, седьмой курс, он как бы такой выпускной. И мы постарались, чтобы люди уже все, все это дело... Так, значит, ну, я так понимаю, что оно работает, работает. Но чтобы, по-моему, легче было работать, я сейчас... Да, я сейчас добавлю некоторые фильтры. Опять же, из-за особенностей GNS здесь очень много лишнего, лишнего. Поэтому я использую знания, которые мы получили 5 минут назад. Добавлю фильтр прямо на языке запросов. Elasticsearch, он называется DSL. Не SQL, а DSL, да. И укажу, что меня вообще интересуют только записи NetFlow, которые относятся к нашей сети. Еще раз, особенность стенда просто. Вот этот GNS, он немножко лишнего там цепляет. Ну, зато бесплатно, и, в общем-то, мы ему благодарны. Вот, и если теперь дождаться обновления, да, ну, интервал давайте побольше. Тут мы уже в течение часа, наверное, все читаем. Давайте я поставлю что-то за последнее там, чтобы уж весь трафик захватить. Вот, за последние 60 минут, да. Вот, за последние 60 минут. Так. За последние 60 минут. И мы посмотрим, какую цифру сейчас в байтах покажет наш с вами дашборд, да, дашборд. Значит, здесь еще раз, дашбордов много с графиками. Можно прям сидеть и некоторое время только графики эти смотреть. Ну, и если так вот приглядеться, то эти цифры совпадают. Вот эта вот цифра и вот эта вот цифра совпадают. То есть вам в руки, ну, тут просто надо эту цифру там на 1024 там умножить или разделить, да, на 1024, тогда получится как раз то, что, ну, совпадает, да. Вот, так что, так что, да, 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 вот она, вот она цифра, ее надо разделить на 1024, тогда получится. Так что, раньше я на курсе говорил, ну, возьмите теперь эти записи нет флоу, поместите в Excel и посчитайте в Excel. Вот, на самом деле, конечно, никто в Excel не считает. На самом деле, провайдеры считают это в биллинговых системах. Биллинговые системы у нас, например, используется LAN-биллинг, прекрасно вам все посчитает, там, и счета выставит и так далее. Ну, и вот между Excel и биллинговой системой, оказывается, находится дашборд, входящий в современное решение Elastic Stack. Вот, и, собственно, здесь мы вот эти вот красивые цифры видим. Ну, что, друзья мои, все, что я хотел, успел. Спасибо большое за то, что досмотрели до конца, да, ставьте лайки, опубликуем мы это видео на YouTube, добавим в курс, вот. Ну, и запись останавливаю, чтобы перейти к секции вопросов-ответов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.